Всем привет, с вами Ворм, и это игра Mass Effect, первая часть, мы только что высадились на Needham Prime. Как я уже говорил в предыдущем выпуске, я не буду здесь озвучивать все субтитры, то есть придется вам читать самим, просто это слишком сложно получается. Так, тут у нас Z, спросите уличный. Окей, мы выселились на Needham Prime, у нас задание есть забрать маяк, а тут началось нападение на него, поэтому мы идем проверять, что тут, к чему вообще. Говорят про эти пузыри. Так. Они просто взорваются, да? Окей, идем дальше. Так, сразу можем проверить умения наши, то есть отряд, смотри, что тут есть. Щелкните на умения, чтобы распределить точки очки и лучшую способность. Наведите мышку на умения, чтобы узнать о нем побольше. Выберите каждого члена отряда, чтобы распределить их очки. Как я показывал в предыдущих настройках, я сделал так, чтобы у моего отряда очки распределились автоматически. Бойня позволяет стрелять за штурмовые витовки длинными очередями без ущерба точности. Они распределяют их сами, потому что они как бы уникальные личности, каждый персонаж, поэтому пусть сами. Думаю, что они там хотят себе вкачать. А самим персонажем я буду заниматься сам. У меня есть три очка сейчас. В первую очередь я себе, скорее всего, прокачаю коммуникацию, потому что она очень сильно позволяет раскрыть сюжет, если ее использовать во время общения. Так, обаяние открывает возможность использовать обаяние в диалогах и снижает стоимость товара в магазинах. Варианты убеждения будут ображать серым, если навык обаяния развить недостаточно. Дополнительные ранги становятся доступны по мере вступления в спектр и по мере накопления очков героя. Сразу думаю обаяние, но максималку вкачим, чтобы оно у нас было, потому что пока мы такие нейтральные, устаршение также будем прокачивать параллельно. Потому что, ну опять же, как я уже сказал только что, мы играем нейтралов. Посмотрим, что у нас по инвентарю есть. То есть, щелкать на закладку, чтобы приключаться между типами предметов, понятно это все. Так, значит у нас есть из оружия четыре разных пушки. То есть это штурмовые винтовки, дробовики, пистолеты и снайперские винтовки. Мы играем за разведчика, то есть мы используем в основном снайперские винтовки, потом второстепенное оружие, это у нас пистолеты. Вот, дробовики, штурмовые винтовки мы не используем вообще в принципе, но думаю иногда, если там оружие будет пригреваться, будем на них переключаться вблизи расстрелить торгов, если это будет необходимо. У нас в отряде есть Кайден Аленко, который будет с нами на протяжении всей игры дальше присутствовать. И Ричард Дженкинс, с которым приключится трагедия в скором времени. А Дженкинс это отсылка к World of Warcraft, к Лерой Дженкинсу. А мы в общем продолжаем тогда, ладно, не буду я отвлекаться от настроек, потому что это не очень интересно. Есть есть небольшая секреточка, где ящик, набор улучшений. Улучшение оружия, радиатор. Забираем, сразу удобно мы его вставим. Улучшение опять то же самое показалось. Так, радиатор, он у нас позволяет... У каждого оружия есть хотя бы одна ячейка для улучшения оружия и боеприпасов. Чтобы открыть улучшение боеприпасов, для этого оружия еще будет значок пули, то есть вот сюда. Мы можем вставить радиатор, он подлощает 10% тепла для снайперской винтовки, это более чем необходимо, потому что он быстро перегревается. Так, надо будет перегреваться меньше. Окей, мы идем дальше. На шифте он вне боевого действия не бегает, только камера зуммируется. Что здесь произошло? О, господи, что случилось здесь? Иссохшие трупы. Сгоревшие, наверное, от плазменных винтовок. Так. У шепрад в руках уже штурмая винтовка по умолчанию, судя, потому что она отсутствует у него реча. А, нет. Пострелили у нас Дженкинса нашего. Так, давайте сразу-то возьмем винтовку. На F4, да, по-моему? Да. Минус. Подели уровень. Минус 2. Всех вроде как перебили. Да. Посмотрим, что у нас с Дженкинсом. Выстрел пробил его защиту. У него не было ни шанса. Мы проследим, чтобы вы похоронили со всеми почестями, когда завершим миссию. А сейчас не отвлекайтесь. Слушаюсь, сэр. Так, идем дальше. Возьмем оружие на всякий случай, наготове. Щиты пробили. Не страшно. Шепард, здесь несколько загоревших зданий и много трупов. Так, можем использовать мой хил. Я собираюсь развивать обстановку, постараюсь вам докладывать события. Хоть и что-то такое он сказал. Так, окей, идем дальше тогда. Тут, по-моему, сейчас тоже прилетят. Экипируйте снайперскую винтовку и выстрелите в существо под названием «Газовый мешок». Нажмите «Держите пробел», чтобы перестать игру и начать выбрать оружие. Но пока мне это не требуется. Играю на высоком уровне трудностей, поэтому буду использовать укрытия часто. Стараться, по крайней мере. Но пока это просто дроны, они не особо опасны. Я, по-моему, они вообще единственный раз в такой игре встречаются только здесь. Чисто. Чисто. Привет, Эшли. Подбили и щит. Маленько. Нух ты. А это геты. Из которых делают хасков. Чё, прикроем его, да, тогда? На снайперке, я думаю. Минус. Минус два. Спасибо, запомнишь, командор. Честно говоря, я не думал, что мне дастся выжить. Откуда ты знаешь мой ранг? Сержант Эшли Вильямс. И так далее. Читать я не буду, да. Не отвлекаюсь по этому. Так. Мы выполняем миссию. Мне нужен репорт. Рапорт. О, чувак. Мы были патролированы параметры, когда атака умерла. Мы пытались отверстие отверстие, но они отверстили наши коммуникации. Я боролась за мою жизнь уже с ним. Что случилось с отрядом? Где остальные команды? Мы пытались вернуться в Бекон, но мы вступили в амбуш. Я не думаю, что ни одного из других. Я думаю, что я единственная, которая осталась. Ну, не буду вдаваться в ее подробности, что я убила. Какие-то виды, какие-то армии мы сфиксировали? Я думаю, что они гетты. Гетты не были видны на улице в районе почти 200 лет. Почему они здесь сейчас? Они должны были за бекон. Садик-сайта находится близко, прямо на этой реке. Может быть, что-то там. Ты приходишь с нами, Williams. Мы нужны этот бекон. Ай, ай, сэр. Это время для зарплаты. Что-то еще знаешь о геттах? Просто, что я помню из истории класса в школе. Они синтетики. Неорганические формы жизни с ограниченным программом А.И. Созданными лет назад. Они должны быть среди рабочей работы, но они вернулись на геттах и привезли их в исход. Ну, после этого, они просто как-то неизвестировали behind the Perseus veil. Никто не слышал много о них с ним. Скажи мне все, что ты знаешь о геттах. Они делали несколько геттах здесь для увеличения монорайла и увеличения колонии. Немного месяца, они устроили какие-то протеянные ручки и геттах. Среднением, каждый исследователь в геттах в геттах был интересен. Это когда они привезли нас в том, чтобы сохранить сайт. Я не знаю много о геттах и геттах, но я слышал один из исследователей сказать, что это может быть большая исследовательская исследовательская веке. Что случилось с исследователям в геттах? Я не знаю. Они расположили кемпе рядом с геттах. 232 была с ними. Может быть, их группа легче было, чем у меня. Скажи, что произошло, после того, чтобы уничтожить. Мы отправились несколько ночи назад из главной колонии, чтобы сохранить оборудование. Слышно, как рутинная патролия. До того, как гетт у нас. Мы никогда не знали, что они пришли. Видите тут туриенского спектра? Нет никаких туриенов в Эден-прайме. Никакого, кого я никогда не знала. Я не уверена, что я смогу рассказать, если бы он был в спектре. Если вы видели этого человека, то вы знали, что он много сил, чтобы уничтожить всю плату. Вероятно, он на нашей стороне. Извините, как я сказал, нет туриенов. У него просто броня светится, и все. Поехали. Штурмная винтовка Банши. Третьего уровня. Экранное снаряжение позволяет просмотреть и улучшать оружие брони другие мета-члены вашего отряда. И сразу меня кинули в инвентарь. Так, ну мне штурмова винтовки не нужна. Возьми себе Эшли. Ты у нас тут самый штурмовик. Единственный. Так, что там у тебя по очкам, кстати? Надо посмотреть. Тоже больно себя вкачала она. Окей. Вот такая, в принципе, неплохая девчонка. Симпатичная, имею в виду. Окей. Как скажешь. Так, улучшения берем сразу все. Здесь мы берем легкую броню человека-скрепен. По поводу брони. Броню я, в принципе, буду менять только в сейф-зонах. И то, если она мне реально нравится. То есть, в принципе, вот можно ее посмотреть. Но как-то тупо сюжетно, мне кажется. Я же дофига ролевик. И во время сюжета, чтобы главный герой вдруг взял переодевался прямо перед атакой. Это странно. Хотя она по характеристикам довольно интересная. Так, значит, у меня там что-то еще дали. Сейчас посмотрим. Улучшение патронов. Противопехотные. По органическим противникам. Мне это сейчас не нужно. И урон ядом. Урон ядом, в принципе, нужен. Но я думаю, возьму урон ядом. Поставлю себе на пистолет. Против органики поставлю, допустим, мальчик. Потому что могу. Былую винтовку. Ну пусть просто будет на будущее. Потом посмотрим. Так, идем дальше. То есть укрытие мы можем использовать. Можем также назначать цель какую-то нашим этим. Срать, может, там не шли куда-то. Либо сгрубивать их при себе. Использовать я, скорее всего, быстрое меню особо не буду. Только если использовать сами скиллы, которые у них есть. Кстати, свои скиллы тоже передвину. Так, это перегрузка. Повреждает щиты противника, подходящихся в радиусе и поражения. И саботаж. Узывает перегрев оружия. Противник, конечно, поблизости наносит мне больше урон огнем. Минус. Пока легко, скорее всего, из-за того, что только первая миссия самая стартовая. Либо снайпер-скрунтовка реально мощная. То есть, в принципе, менять мои помощники особо не нужны. Еще кто-то есть, да? Вижу на мини-карте. Что ты хмакаешь? Место раскопок. Только что же отсюда бежал, нет? Параллельно будем проявлять выживших, хотя у нас нет такой цели. То есть, наша цель это маяк, но мы добрый шепард. Параллельно меняется шепард в виде маленьких космопорта. Проверю там, буду ждать просовку у него. Как скажешь, Майлос. Вот подсказка постоянно всплывает в первой миссии. Особенно. Так, это ментовка этой, по-бище. А, снайперская ментовка молот. Думаю, тоже ее взять тогда. Она будет по урону мощнее. Она не такая... Блин, не сняла. Да, остальное принято мы приносим тоже. То есть, она менее точная, но по урону большая. Но по точности, с точностью вроде бы так, проблем у нас нет. Так, и улучшение гранат мы сразу возьмем. Тогда граната будем использовать, скорее всего, в дальнейшем. То есть, мы вставляем просто на плюс 10 урона, больше яруса, радиуса больше огневой мощи. Так, и, по-моему, я сюда лучше не мог. Все. Все, идем тогда дальше. F5 для быстрого сохранения. Воспользуемся тоже, да, спасибо за напоминание. По умолчанию F6 стоит, я менял немного настройки, так что не удивляйтесь, если кнопки будут пылиться. Видим хасков. Это люди, которых насаживали на коля, которые стали синтетиками. Пропитанные электричеством, так сказать. Механикой и прочей фигмой. Нажмите Г. Они пока не следствуют, пока не появляются. Они могут побежать, взорваться и перегрузить щиты наши. Нажмите Е, чтобы слышать металли. Механикой и смерть. Это должно быть красиво здесь. Ну, тут и сейчас неплохо, в принципе. Так, Каден, что-то у нас раненько не надо. Окей, проверим, что-то у нас в домах осталось. Дробовик тяжелая броня Крогана. Что в человеческом лагере, в человеческой колонии делает Бароня на Крогане? Интересно. Тем более тяжелая. Ладно, это пригодится нам Рексу. Используйте клавиши движения ВССД, чтобы продвинуться к центральному ведуру и избегать программы безопасности. Это эдакая головоломочка такая. Не такая, что сложная для того, чтобы быстро что-то открывать. Ну, взламывать вообще любое. При помощи унигели можете вскрывать замки сложные сразу же. Унигели можно получить из поверженных врагов, качественные награды за задание, из контейнеров или переработав унигели ненужные предметы и части вооружения. Почему я шли об этом, я не знаю, это интересно. Ну, а? Когда унигел, моряне их держали долго для нас, чтобы убежать. Они дали их жизни, чтобы спасать нас. Никто не спасает. В годе человечество закончилось. Время, только унигел и кровь будут остаться. Что еще можно сказать мне о том, что унигел? Это все произошло так быстро. Один секунд, мы собирали нашим equipment. Другой, мы спрятали в кухне, когда Геттс свармали в кемпе. Что ты несешь, а? Да ну. Ты видишь, что Кертобэд Шепард ставит, нет? Я не могу вырвать эти меды после атака. Дай доброе утро, Мэнвелл. Ты не можешь раздражать правду. Мой голос должен быть слышен. О, мой Господи! Что ты делал? Это может быть немного экстремально, командир. Ты не можешь просто раздражать людей в голову. Просто маленький бомб на голову. Поехали. Я думаю, что ты прав. После того, как он встал, меды будут встать. Блин, не то ответил, я хотел ответить верхнее. То есть я помню диалог, в принципе. Шепард должен был сказать, типа, от этого ему только лучше станет. Потому что мы его просто вырубили, чтобы он пришел в себя. Но, в принципе, ладно, сойдет. Я такой, как бы, лидер будущей спектры должен соответствовать. Вы можете рассказать мне что-то о бейконе? Это какой-то тип датамодуль из галактического коммуникации. Вероятно хорошо сохраняется. Это может быть самая лучшая исследовательная в жизни. Кто знает, какие секреты находятся внутри? Миракулы новые технологии? Грандбрекиные медики? Наши возможности нет. Наши возможности нет. Ты видишь, что Сатурин в районе? Нет, извините. Мы не оставили в бейконе, после атака. Вильямс, возьмите нас в спейс-порт. Удачи, командир. Спасибо. Прости, мужик. Прости, что, оказывается, мой шепард не ту причину выбрал для того, чтобы тебя стопнуть. Ну да ладно. Да, пройти, пожалуйста. Так, тут вроде бы ничего больше нет. А, вон что-то есть еще. Средняя броня человек-убийца. Ну, выглядит, кстати, интересно. А, среднюю я пока носить не могу, да? Среднюю я смогу носить, когда вкачаю себе... О, надо тактическую броню вкачивать долго еще. Так, ну, смотрите, у нас прокачались два уровня еще вкачаны. Давайте сразу используем такое вот так. Устаршение прокачаем. Как я говорил, это в первую очередь буду прокачивать, потому что это очень сильно влияет на развитие диалогов и сюжета, в принципе. Пока, в принципе, мне больше ничего не нужно, кроме вот брони. Но так как она еще недоступна, я ее прокачивать не буду. То есть, когда уровень появится, тогда уже используем. Очки будем использовать только по мере необходимости, чтобы не потерять, не прослакать момент. Саран? Хе-хе. Главный злодей этой игры. Он также был в книге первой, в Трипелле. Он тоже спектром является. Комсул думал, что вы могли использовать какие-то помощи на этом. Я не ожидал, чтобы найти Гэфа здесь. Но ситуация плохая. Не волнуйся. Я его под контролем. Используйте навык перегрузки, чтобы ломать щиты врагов. Приложите навык перегрузки к сотой умений, что я уже, в принципе, пиздец. Что это такое? Открылся в дистанции. Это жопа. Посмотрите на размер. Это та рука на заставке, которая была. И первый жнец и ты. Серия игр. Корнишка. Брэмлик. Смит. Смит. Конь. Шумная. Так, я-то проснулся. А, я имел в виду этих хаскеров. Оттуда жжедницы. Так. Что ты встал? Что ты мне встал? спину стреляйте дебилы все наладилось это кстати почки которые можно подорвать камеры название ну да где мячик днем нигели граната и еще одна панель и судя по этому окну я там вижу парочку людей everybody stay calm out there we're coming out we're not armed is it safe are they gone nobody moves a muscle until we know who you are nice going cold i told you we should have stayed больше от нас амгама шли it's okay we're all on the same side here we're just farmers we've been hiding ever since that ship first showed up tell me everything you remember about the attack the three of us were working the crops when that ship showed up we just saw it and ran i don't know what happened the rest of the crew they were by the garage over near the space port right where that ship came down no way they survived you don't know that we survived if they made it to the garage they could have had a fighting chance you know anything about the prothean beacon they dug up we're just farmers we heard they found something out there but it never really mattered to us until now what else can you tell me about the ship you saw i was too busy running to get a clear look at it i think it landed over near the space port tell them about the noise cool that awful noise it was emitting some kind of signal as it descended it sounded like the shriek of the damned only it was coming from inside your own head it was probably trying to block communication whatever it was felt like it was tearing right through my skull almost made it impossible to think effect jenica so-called i have to go hey cole we're just a bunch of farmers these guys are soldiers maybe we should give them the stuff jesus like you gotta learn when to shut up no-ka-no-ka if there's something you're not telling me some guys at the space port were running a small small smuggling ring nothing major exchange for a cut of the profits we let them store package in our shed what kind of packages i found a pistol figure would come in handy if those things came back but probably get more use of it than we will we're risking our lives to save this colony you sure there's nothing else in here that could help us out yeah there's one more thing i was gonna sell it after this was over but you probably deserve it more than i do who's your contact at the space port call what's his name he's not a bad guy i don't want to get him in trouble besides i'm not a snitch he might have something to do with this whole attack cole we need his name it's important yeah okay you're right his name's powell works the docks at the space port if he's still alive at 2 good luck so on me at the stinger 2 and all the и улучшение оружия боевой датчик ну бы выдачи в принципе пофигу вот пистолет очень неплохой пусть гораздо лучше чем мой по урону по точности прям вообще не на так радиатор плащине тепла на это уровень обнаружения думаю все так играть и ставим или он дописает имя меньше пользующими топ и радиатор поставим давайте я шли в автомате не и дать я продукт вам сюда я вам не верю и скорее у вас есть что-то еще например здесь злом 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 нифига зажали братурианцев что-то здесь делает непонятно снайперскую винтовку и броню на человек ну вообще вы блин вы крыса долбаные контрабандисты так скрипом мне больше нравится но я не буду скорее всего использовать я хочу использовать вообще в принципе броню только n7 она очень нравится очень стильная такая четко хотя гладиатор тоже неплохой в принципе винтовка там подобрал снайперскую еще больше урона еще меньше точность но давайте все-таки возьмем красненькая окей так вам идем тогда дальше видим мертвого найласа сюжетно я сейчас так не бегло с ничего типа я просто хочу сразу собрать тоже здесь есть то что я помню где есть потом тогда все как нём и типа мы только что вошли и пошли сразу к руку на это есть в 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 Подожди! Не снимай! Я один из вас! Я человеческий! Что ты делаешь, спешиваясь там? Я извиняюсь, я убежал от этих животных. Меня зовут Павел. Я видел, что произошло с Турином. И другого его убил. Что ты говоришь? Были два Турином здесь. И другого, который он называл Сарин. Я думаю, что они знакомы с другими. И другого, как и расслабляться. Он убил его. Он убил его. И Сарин убил его. Убил его прямо вверх. Я просто счастлива, что он не видел меня, behind the crates. Мы говорили, что протheянный Бекон был привезти к спейс-порту. Что случилось? Он находится на другой платформе. Наверное, где он был Сарин. Он подошел на карго-трейн, прямо после того, как он убил вашего друга. Я знал, что Бекон был в проблеме. Все уйдет до сих пор, когда мы его найдем. Первое, что-то мать-шип появился. Он убил меня. Они убили всех. Всех. Если бы я был рядом с кратами, я бы тоже исчезал. Пола тебе говорил. Убил меня. Нет! Я имею в виду... Что сейчас важно? Так что я собираюсь. Кто знает. Моя руководитель мертвый, 整ая крюса мертвая. Не важно сейчас, да? Да мне плевать. Что-то, какое-то место, что мы можем использовать против Гетхи? Один шиповый крюса произошел в прошлой неделе. Никто не понимает, что несколько маленьких кусок уничтожатся от милитарных ордеров. Ты крючок, сука! Мы здесь пытаемся защищать твою извиняюсь. И все, что ты думаешь, это, как вы можете уничтожить нас? Я никогда не думал, что вы действительно нужны эти крюса. Кто бы хотела уничтожить Эден Прим? Мы просто парамеры. Как я должен знать? Просто дай мне крючок. Они твои. Добавь их. Мои погружающие дни закончились, я сверну. Много людей уничтожили здесь, чтобы ты начнешь меня разговаривать. Хорошо, хорошо. Было еще что-то. Может быть стоимостью. Экспериментальная технология на уровне. Добавь это. Я не нужна. Я не хотел никого, кто-то болит. Простите. Скажите мне про Гетхи. Было быстро. Одну минуту, а потом, а потом... Эти Гетхи уничтожили на платформе. Многие. Они должны были внутри мотер-шипа. Они разговаривали что-то, это было массажер. Почему ты единственный, кто уничтожил? Почему кто-то не пытался hiding behind the крюса? Они никогда не могли. Я... Я... Я уже был behind the крюса когда уничтожил. Что? Подождите. Ты был hiding behind the крюса before уничтожил? Лень спасла жизнь, называется. Я... Лень спасла жизнь, называется. Лень спасла жизнь, называется. Ты проживала, потому что ты лезвый? Если ты не спешил, то ты вернешься, как и все остальные. Да. Да. Да, я думаю. Я не хочу думать об этом. М-м-м. 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 М-м. 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 Продолжение следует... Слышим сразу выстрел гетов, который у нас идет. Он дал нам фугас на гранату, получается. Так, прошло сохранение. Думаю, на этом мы эту серию закончим. Полчаса уже прошло. Продолжим тогда искать маяк в следующей уже серии. Всем спасибо, кто это посмотрел. Кому это понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok